ДИНАМО 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 За «Газпром-югру» Соколов. Длинную сторону за голову была отдана передача. Цветан Соколов обозначает Евгению Баранову, что он будет отдавать вторую передачу, делать второе касание. Тем не менее, диагональный «Раджа» проходит. Тайм-аут не будет так сильно рисковать. Есть вновь смягчение сетки, но тут же есть прием Дениса Боктона и есть съем Ильи Власова. И вновь на Власова Боктон достает чудеса, да и только. Тем не менее, не хватает. В замену «Московского Динамо» уходники-то зудин выходит Антон Семышев. Только мы в начале матча говорили, что возможно дадут отдохнуть доигровщику, который основную чиновую работу в приеме, в защите делает. Справляется с приемом, пусть и с выбитым, но есть возможность оставить жабу. Но нет. Казалось, что можно было бы быть четыре касания. Этого не случилось. Было три касания, но собственными силами двумя руками ваут направляет диагональный «Газпром» Югры. Зудин не проходит его нападение. Так, чтобы до пола, но тем не менее. Работка на третий метр в длинную сторону. Дмитрий Красиков снимается из второй зоны. Уже плюс два. Добильно в зудину. И еще один блок. Что творит? Как бы мы сейчас не увидели уже ранний тайм-аут. Только хотел сказать, что он еще не пополнил коллекцию подач на вылет. И я думаю, сейчас продолжит. На этот раз. На этот раз укорачивает. Показалось, что был свисток. Но нет. Розыг уже продолжается. И кажется, этот момент немножко выбил из разновесия всех игроков «Динамо Москва». Укорачивает. Никита Зудин из четвертой зоны. И есть ее у Москвы. Никита Нагаец. И так. Без нападения «Газпром» Югра. Есть шанс у Москвы. И Светан Соколов на месте. В зону ответственность своему визави направить мяч. Но глубокий аут. На этот раз уже не будет таких щедрых подарков. Стороны гостей. Видим, с каким рвением. Павел Панков неудобно ему было давать передачу. Старался подкорректировать. Возможно, даже скидывать. Но ждал. Оставит на своего диагонального лидера нападение. Передача связующего «Газпром» Югры. Но здесь не проходит нападение. Илья Власов будет по-прежнему сейчас в Либера. Дотягивает Сокол до этого мяча. Будет шанс на брейк. Ковачков и еще один мяч блоком. Такая замена, когда Москва начинала уже подпускать «Газпром» Югру к себе. Здесь Семаша появился. Тут же есть прием. Тут же есть съем. Укороченная. Красиков. И блок. Но что творит Павел Панков? Евгений Баранов. Сумасшедшая защита. Сейчас нужно время для того, чтобы вернуться все на свои места. И этим пользуется Югра. Ускоряет четвертую зону передачи Вадима Жиганов. И снимается. Пареньшки, давайте оденем. Добрый раз в Либири. К Цветану Соколову. Семаша в полине. 18-24. Есть еще сетболы. У «Газпром» Югры. И здесь, по сути, после ошибки Цветану Соколова на подаче. И со счетом 25-18 «Газпром» Юграс забирает второй сет. Два эйса. Было у Вадима. Сейчас укорачивает. И мы видим, что замена Либера. Лауре Керминон появился на площадке. И лидер диагональной Москвы по количеству ошибок на подаче встане своей команды. Денис Богдан. Замиранием сердца сейчас подходили его партнеры по команде проверенного. До игроковщика. На старт. Понимает, что... Справляется Лауре Кермин с приемом. И тут же быстрое подключение по высоте. Павел Панков. Ответственность застык. Лауре Кермин либо Антон Семышев. И сейчас заодно проверим. Проверит Алексей Родичев в своей подаче. В итоге оба принимающих Москвы на подаче не было. У него ни одной ошибки на подаче, ни одной ошибки на падении. Вот это уровень, вот это показатель. И поставил три блока. Находится рядом с командой. Сегодня вне заявки. Есть подключение первого темпа. Съем через третью зону. Там вот на третий метр. Джаб. По линии здесь Лауре Кермин ждал. Ждал, что прилетит. И так же, как и Садан Соколов. Очень хочется диагонально у Москвы сейчас исправиться. Антон Семышев. Кому решила Павел Панков. Раз полетела подача, то и сейчас. Надо подключить Антона Семышева. Сработала. Выбитая защита. Переходящий мяч на сетку. Илья Власов. Целое раздолье было для центрального блокирующего. На линии. Даже если был один миллиметр, все равно была бы ошибкой. Страхует Вадим Ажиганов. Успевает, не успевает. Он вернулся на переднюю линию. Такой круг почета сделал по площадке для того, чтобы оказаться в своей родной второй зоне. По линии он хотел пройти Раджаб. Но, тем не менее, его действие оказалось достаточно даже без атаки. Для того, чтобы забрать себе одиннадцатый очко. И здесь уже брейковый мяч. Суммарно по показателю очков заработан на блоке. Уступает «Газпром» в игре. Тем не менее, сейчас вновь не проходит нападение. Блоком смягчили. И в четвертую зону Антона Семышева. Не падает мяч. И здесь чудеса защиты демонстрирует Дмитрий Жук. Не хватило только времени для того, чтобы собраться и обратно вернуться к привычной плоскости. И вернуться на блоке. Не стал рисковать Дмитрий Жук. Этого казалось достаточно. Еще одна иллюстрация, когда в фазе брейка заработаешь столь важное очко для твоей команды, либо дашь возможность сопернику ошибиться. Вот и блоком Илья Власов. И Дмитрий Жук может быть с тобой доволен, потому что были определенные у него переживания, связанные с подачей, что он не летит. Передача не в темпе. И как замешкался сейчас Цветан Соколов под номером 16. Павел Бангкок. Обращайте мы внимание, что после... Да, без права на ошибку остается «Газпром» играть тем приятнее. С собственными действиями с первой же попытки приносить очки своей команде. Но у Антона Семышева свои планы на исход третьего сета и 2-1. Впереди московская «Динамо». Будет Лаури Керманов подавать? Нет, решил у Антона Семышева. Есть доводка, есть прекрасная возможность по Лупакову проверить, как обстоят дела у нападающего первого цепы. И еще одна мощная силовая, выбитый прием. При этом нет вопросов в качестве второй передачи. Илья Власов решил сам взять на себя укорочку. Замысел был следующий. Павел Панков и Илья Власов заскучали. Обратите внимание на линию принимающих. Все отошли под заднюю линию. И продолжает связка Власов-Панков творить чудеса. Здесь еще и выбитый прием Москвы. И как же зеркально реагирует Вадим Ажиганов. Павел Панков решил отказаться от укороченной. Решил вернуть себе свою. И тут же сам первым касанием дает возможность своим партнерам заработать брейк. Не получилось первой попытки. Не получается блоком со второй. Без нападения гости. И здесь важный момент. Кому довериться? Решил довериться Затану Соколову, который нашел Луки. Дмитрия Красикова даже не смог перебить через сетку диагональный «Газпром» Югры. Денис Богдан затрудняет прием. И общий рисунок игры в этом розыгрыше команде гостей. Уже техничка пошла в зоне трехметровой. Нашелся Антон Семышев. И то не без помощи верхнего троса. Но тут же снимается «Газпром» Югра. Контейн не пасуется. Мяч направляется в аут. Здесь справился смог центральный блокирующий. Сняться с подачи москвичей. А здесь без нападения Москва. И вновь, казалось бы, Денис Богдан чуть не пропустил эту возможность. Сейчас необходимо волейболистам Москвы переговорить друг друга. Потому что вновь пошла суета на площадке. Продолжает проверять Каратаева. На приеме Павел Панком. На этот раз справляется доигровщик. Цитат Сахолов. Такую полуволну. По-другому это не назовешь. И тут еще не справляется Лауре Кермен с приемом. И ей сразу же возвращается. Дмитрий Красиков. И тут же есть прием. Зудин в защите. Соколов. Чудеса да и только. Очень важный розыгрыш для обеих команд. Потому что психологически это может решить все. Было ли касание или нет. И вновь Соколов смотрит на Брянского. Брянский не будет перепроверять. Уверен. Видел прекрасно, что не было касания. Красиков не успешно вернуться. На площадку. По переходящему Родичев в сетбол. Остается Красиков на подаче. И на такой яркой, красивой ноте ставит точку Дмитрий Красиков. Эйс. Газпром Югры. Пятый сет. Раз у Антона Семышева. Есть включение Дмитрий Жук. Ну и посмотрите. Обратите внимание на защиту Газпрома Югры. Который не позволяет Дмитрию Жуку сняться с первой же попытки. Со второй попытки проходит съем. Динамо. Точнее доигровку уже. Отличная доводка. И один на один. Длинную сторону. Отдает передачу Вадим Ажиганов. Еще один выбитый прием. Но здесь будет стараться. Нет. Все-таки мяч перелетает. Без третьего касания. Остается Газпром Югра. И Илья Абласов тут же. Крутой! Илья Абласов! И вот на такой красивой ноте мы говорили, что Илья Абласов набрал очки блоком в атаке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова